19 ноября в Белокурихе пройдет уже 11 по счету слет сельской молодежи. Планируется, что участие в нем примет более 250 молодых лидеров. Что ждут ребята от этого проекта и почему слет столь популярен? Это обсудим в студии, а у нас в гостях Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Ирина Абецашвили, руководитель регионального отделения Российского союза сельской молодежи. Екатерина, первый вопрос к вам. Правильно понимаешь, что регистрация участников уже завершена, то есть мы уже сегодня можем сказать, сколько конкретно ребят приедет на этот слет и откуда они? Да, мы можем сказать, что будет чуть более, чем мы ожидали, около 300 участников. Ребята едут более чем из 30 регионов нашей большой страны. Это и Красноярский край, и Ульяновский, Ульяновская область, и Томская, Тюменская, Республика Дагестан, Башкортостан. То есть география наших участников достаточно обширна. Почему такой интерес к этому слету? Вообще слет проводится с 2009 года и на самом деле очень хорошие традиции уже имеются. И конечно же тот результат, тот эффект, который чувствуют участники, он очевиден. Но в этом году мы подошли креативно к организации программы слета. Вообще этого мероприятия, оно будет длиться несколько дней. Основной акцент мы ставим на вопросах создания молодежных креативных общественных пространств, на вопросах креативной экономики, креативной урбанистики. Мы будем говорить о том, каким образом село вместе с городом может развиваться через инициативу молодежи, через их проектную деятельность, какие могут быть инициированы проекты, которые характерны именно для этой территории и каким образом привлекать ресурсы в село. То есть спектр экспертов, которые приедут работать с нашими ребятами, очень широк. Мы постарались пригласить интересных очень спикеров. Ну безусловно нас поддерживают и депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Наталья Кувшинова будет у нас в качестве эксперта. Также будет ректора Алтайского государственного аграрного университета. Представители правительства Алтайского края, безусловно, будут участниками. Также хотела бы отметить, что к нам приедут Лев Филиппов, руководитель первого в стране государственного креативного пространства «Квартал». Это очень яркие специалисты, которые, в общем-то, понимают толк в своей работе и уверены, что они смогут с нашими ребятами сделать очень много классных проектов. Это Дмитрий Шацков, модератор городских диалогов федеральной сети центров прикладной урбанистики. Коллеги из города Барнаула, Нона Березикова, руководитель креативных пространств, центра прикладной урбанистики Алтай. В общем, я уверена, что те интересные сюжеты, которые в образовательной программе форума, а надо отметить, что она будет не только образовательная, но и прикладная. Мы будем выезжать на предприятия, сельхозпредприятия, которые в Алтайском крае есть. Поэтому программа очень насыщена, культурная программа очень насыщена. Готова рассказать об этом тоже. Чуть позже об этом расскажем. Вот вы неоднократно повторили слово «креативный», «креатив» и так далее. А до этого что было? В общем, слют всегда претерпевает изменения, всегда развивается. Это очень важно, когда каждый Новый год заходят новые тренды. И в этом году мы ставим акцент на большем интерактивном взаимодействии, то есть включенности участников во все сюжеты, которые мы для них организуем. То есть это не трансляция в качестве, например, каких-то моментов, как конференции. Мы вовлекаем ребят. То есть раньше был формат конференции? Ну, в том числе да. В том числе да, в любом случае это всегда было взаимодействие с предпринимателями, с предприятиями, которые существуют на селе. Это всегда были посещения каких-то конкретно хорошо работающих предприятий в сельской местности. В этом году мы хотим проработать новые, совершенно новые форматы. В частности, главный акцент будет стоять на создании сети молодежных центров, молодежных многофункциональных центров. Это для того мы делаем, чтобы молодежь, которая живет в отдалении от столицы Алтайского края, ну, говорим сейчас про наш регион, имела возможность получать абсолютно все возможности, условия инфраструктурные, финансовые, информационные, любого рода условия для того, чтобы их инициатива была поддержана. То есть происходит такая децентрация молодежной политики, и мы будем интегрировать сообщество молодых ребят вот в этих центрах на селе, в муниципалитетах. И эти модели мы предполагаем обсудить с ребятами из других территорий нашей страны, потому что, в принципе, мы можем показать то, как мы работаем, то, какими темпами мы развиваемся. И, безусловно, нам интересно послушать, что происходит в других территориях нашей большой страны. Уверена, что результатом станет конкретный продукт в качестве модели работы этих молодежных многофункциональных центров. Ирина, я понимаю, что Екатерина радеет, болеет за молодежь. Она может говорить бесконечно, хочется и вас услышать. Что такое региональное отделение Российского союза сельской молодежи? Это давно созданная организация или совсем недавно? Вообще Российский союз сельской молодежи был учрежден 5 декабря 2008 года. И за вот этот путь длиною чуть больше 10 лет мы создали, вернее не мы, а центральный штаб создал более 75 региональных отделений, в том числе Алтайское региональное отделение, и более 600 местных отделений. Если говорить в общем, количество участников нашей организации составляет более 600 тысяч человек. Конечно, задача нашей организации – это поддержка молодой, талантливой молодежи, как раз сельских территорий, развитие их предпринимательской деятельности, творческой и всевозможной деятельности, вовлечение их в такую творческую деятельность. Так как я представляю площадку именно Российского союза сельской молодежи, можно немножко расскажу о работе нашей площадки. К слову сказать, что очень большим интересом наша площадка, в три раза больше зарегистрировано участников на нашу площадку. Очень много у нас будет спикеров, в том числе первый заместитель, председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский будет у нас работать на площадке. И во второй день мы поедем на практическую экскурсионную программу, где посетим передовые районы Алтайского края, это Целинный район, село Дружба и село Бочкари. А в первый день у нас будет работа интерактивных групп по созданию, продвижению продукта. Вся наша площадка будет разделена на 9 групп, и будет им дано задание, в результате которого они создадут дорожную карту по продвижению данного продукта. Но сейчас не буду говорить, какого, так это небольшой секрет. И расскажут именно методы достижения вот этой цели, чтобы было уже на практике, мы смогли взять их и применить. Вообще сельская молодежь чувствует какие-то ограничения в своей деятельности? Потенциала больше, быть может, у тех, кто живет в городе, возможностей больше? Или, в принципе, у ребят все доступно, а главное идти вперед? Ну, на самом деле, информация общедоступна. Не думаю, что сельская молодежь у нас чем-то отстает от городской. Если это действительно творческая молодежь, которая хочет чего-то достичь. А как раз мы на нашей площадке собираем эту талантливую молодежь и пытаемся вместе их модернизировать и показать, какие еще есть возможности по достижению ими каких-то задач. Какие проекты они в основном предлагают? Отличаются ли они от проектов городских? Кстати, вот я хотела мысль-то подхватить и скажу про проекты в том числе. И вот приедут ребята, которые свое село поддерживают, они родом из села, и они достигли достаточно серьезных успехов, в том числе и в творчестве. И эти ребята приедут, и они поддерживают село, они проводят там концерты и мероприятия. И мы не будем говорить тоже о том, кто эти люди, но они будут, и они покажут, что на самом деле инициатива сельской молодежи, она также точно может найти поддержку, как и у городской молодежи. И, конечно же, мы будем стараться говорить о том, какие новые профессии нужны на селе, какие новые тренды и возможности в привлечении инвестиций, каким образом, да, вот это к вопросу о креативной экономике, вообще селу существовать. Есть очень много примеров, когда, допустим, ну вот один из проектов, приведу пример, когда молодой человек организовал бизнес, привлекая бабушек своего села к оформлению меда и продуктов, там, ягод, и вот того, что, в общем-то, общедоступно на селе, к реализации этой продукции, имеющей вот такую вот натуральность, да, как бренд. И очень даже хорошо его дело пошло. Поэтому здесь вот, как конкретный пример, работниками его предприятия стали бабушки и дедушки, которые в этом селе проживают. И, в общем-то, его бизнес сейчас процветает. Поэтому много других историй мы будем рассматривать в рамках деловой игры «Креативная экономика на селе». Мы будем именно через игровой формат, да, есть такие уже очень интересные и хорошо востребуемые и вот популярные технологии, игровые технологии в том числе. Поэтому мне еще важно отметить, что сейчас же год театра, и мы не можем не затронуть творческие аспекты нашей молодежи. И вот мы привезем на этот слет литературный спектакль. Он называется «История одной земли». Он будет в трех действиях и поставлен по произведениям алтайских авторов разных поколений. Это Марк Юдалевич, Александр Строганов и Вячеслав Шишков. Мы хотели бы, чтобы творческий потенциал молодежи, а он очень многообразен, тоже находил свой выход в том числе и когда молодые люди живут и работают в селе. Приведите еще несколько примеров. Вы так здорово рассказали о местной продукции, привлечении бабушек. Что еще? Какие проекты, инициативы предлагают? Ну, правда, очень сложно знать. Это проекты, связанные с животноводством, проекты, связанные с сельским хозяйством. У нас будет очень много экспертов из числа действующих предпринимателей. Например, Николай Леоненко, который для своих молодых работников, его предприятия, он строит дома и практически направлена его деятельность на то, чтобы на селе создавать инфраструктуру поддержки молодежных инициатив. Вот он как раз из Смолинского района, о котором я сказала. То есть ребята, которые работают на селе, на его предприятиях, на его производствах, в сельскохозяйственном профиле, они получают у него жилье, он обеспечивает их социальными всеми моментами. Это тоже новый формат, на котором мы хотим сделать акцент, как наставничество. Наставничество на селе, когда успешные предприниматели показывают. На селе можно работать, можно зарабатывать, можно жить и жить очень хорошо. Каким образом вот этот слет дает возможность продвижения своих идей? Или это просто обмен опытом? Конечно, нет. Мы же вам сейчас как раз об этом рассказывали. То есть будут эксперты, которые выберут определенные проекты и каким-то образом будут их контролировать и курировать. Да, конечно, конечно. Мы, безусловно, те проекты, которые будут оформлены благодаря экспертной поддержке на слете, будем в дальнейшем курировать, для того, чтобы они были внедрены, реализованы. Мы будем помогать реализации этих проектов. Это не мероприятие ради мероприятия. У нас на форуме «Алтай. Территория развития» был запуск подготовки к слету сельской молодежи, территория развития Сибирь. И сейчас результаты, которые будут достигнуты на этом слете, они станут украшением слета АТР в 2020 году. Система преемственности развития и поддержки молодежных инициатив именно этого направления. В прошлом году мы площадку развития сельского хозяйства впервые ввели на форуме АТР. Так же, как и развитие здравоохранения. Все секторы экономики, все отрасли на селе также присутствуют. Вы сказали, что будут созданы молодежные центры. По результату, что это такое молодежные центры? В каждом отдельном городе, селе? Мы предполагаем, что в Алтайский край он имеет округа по образовательному принципу. То есть в образовательных округах Алтайского края мы предполагаем создание молодежных многофункциональных каворкинг-центров. Это такие пространства, где молодежь может объединяться. Причем любого характера инициативы или увлечения молодежи, они найдут поддержку в этих центрах. Мы, как управление, будем курировать эту сеть. И, соответственно, это физически открытые молодежные центры, они будут в разных формах. Где-то это будет на базе, может быть, образовательной организации. Но мы предполагаем, что все-таки это будут самостоятельные здания, учреждения, где будет работать молодежь. Там будут находиться и молодые киберспортсмены, там и волонтеры, там и творческая молодежь музыканты, там и предприниматели, там и IT-специалисты, там и все те, кто занимаются креативной экономикой и урбанистикой. То есть это центр притяжения молодежных инициатив. Мы их хотим создать в качестве сети в Алтайском крае. И это будет результатом слета в том числе. Для чего все это нужно? Принципиальный плюс. Зачем? Взрослое поколение не справляется, и вы решили привлечь молодежь? Молодежь справится. Потому что молодежь – это не наше будущее, это наше настоящее. И мы сейчас должны работать с молодежью, чтобы будущее у этой молодежи было успешным, устойчивым и качественным. Поэтому и слет в том числе направлен как раз на создание условий поддержки инициатив молодежи, интеграции молодежи во все социально-экономические процессы в нашем регионе. Ирина, ну проявлять молодежь интерес? Да, проявлять интерес молодежь. Задачи еще слета таковы, чтобы рассказать о существующих программах поддержки сельской молодежи. Иногда сельская молодежь от незнания или от боязни, что это очень как-то страшно, они не справятся, не смогут предоставить правильность бизнес-проекта и так далее. Очень часто они идут на эти программы поддержки. Вот как раз наша задача – рассказать, что это не так сложно, рассказать о формах отчетности, о существующих программах, непосредственно существуют программах Минсельхозе поддержки, допустим, начинающий фермер, кооперация, животноводческих ферм, семейных ферм и так далее. То есть как раз наша задача – рассказать об этих программах и о том, что молодое поколение, молодежь сельская может воспользоваться этими программами. И будет неплохой старт в их начинаниях, в их бизнесе. Вот как раз кейсы, о которых говорит Ирина, нам покажет на слете Олег Бирюков, руководитель Центра инициативного бюджетирования Алтайского центра финансовых исследований. То есть он расскажет как раз о программе поддержки местных инициатив, о том, какие формы поддержки существуют, о том, какие успешные практики есть в этом направлении. Он просто представит спектр уже имеющихся технологий, которыми молодежь может воспользоваться. И, безусловно, поможет, прокачает, расскажет, как улучшить их инициативы, их проекты. Давайте еще раз напомним, что слет сельской молодежи стартует 19 ноября и завершается… 22-го. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо большое. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Екатерина Чатошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, и Ирина Бицашвили, руководитель регионального отделения Российского союза сельской молодежи. Это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова